Так, Агеев, удовлетворительно, Болтаев, удовлетворительно, а ты, Гунько, у нас блиндомет. А почему? А чё блиндомет? За две недели ни одной новой дырки. Выкутай её. Я! Одно попадание. Как это одно? Одно, зато в десятку. Нет, надо хорошо посмотреть. У меня не может быть одно. У меня, может, все в десятка. Все? Да. В одно отверстие? Да. Моя говорит, что так не может быть. Бывает. Я с детства на охоте песец в глаз бил, чтоб шкурка целая была. Да? Да. Тогда это полный песец. Повторить сможешь? Патроны дашь? Повторю. Долго ты ещё? Да, подшиться осталось. На, вот эти тоже погладь. А чего это я должен твои брюки гладить? Чё, чё. Сержант приказал. Его это брюки. Точно сержанты? Да точно, точно. Я бы тебе свои не доверил бы. А где твои? Так, почему копаемся? Через полчаса инструктаж. Товарищ сержант, ваши брюки? Что мои брюки? Сержант Рылеев, на выход! Быстрее. Слышь, кабам. Хоть слово ему скажешь. Ты меня понял? Руки убери. Ты чё, убырь? А кабам. Давай, бей. Бей, детка, давай. И дадут тебе за это лет 15. И не видишь ты ни мамку свою, ни бабу свою. Убью. Так, что за фигня? Я спрашиваю, что за цирк, клоуны? А ты чё? Да тут это вот, утюг. А он копается. Утюг? Два бойца не поделили утюг? Медведев, ты кто? Я этот, рядовой. Медведев, ты кто? Ну, дух. Медведев, ты кто? Да не могу знать, товарищ сержант. Ты, Медведев, человек. А он кто? Ну, тоже человек, наверное. Вот. А человек человеку кто? Товарищ, друг и брат. Стало быть, что? Будем вас воспитывать. Эти замечательные и светлые чувства. Значит так. Это будет называться транше дружбы. Копайте навстречу друг другу. Потом встречаетесь. Пожимаете друг другу руку. Целуетесь, обнимаетесь. И вся ваша дальнейшая служба будет проходить в атмосфере полной любви и взаимопонимания. Время пошло. Итак, сегодня вы заступаете в караул. Это первый караул в вашей службе. Фомин. Фомин. Я. Обязанности проверил? Так точно. Кунько. Я. Что запрещается часовому? Часовому на посту запрещается. Есть, пить, курить, спать, сидеть, лежать, прислоняться к чему-либо, принимать от кого бы то ни было и передавать кому бы то ни было какие-либо предметы. Отправлять естественные... Достаточно. Отстать в строй. Есть. Соколов. Я. В каком случае часовой обязан открывать огонь без предупреждения? В случае явного нападения на часового или охраняемый им объект. Правильно. Отстать в строй. Есть. Кунько. Я. Что ты будешь делать, если я приду на пост? Покажи. Товарищ капитан, за время несения службы на посту номер два никаких происшествий не произошло. Отставить. Неправильно. Ты должен стрелять. В кого? Вас? В меня. Так вы же командир роты. Да хоть министр обороны. Хоть мама с папой. Часовой обязан пускать только разводящего и начальника караула. Понятно? Так точно. Встать в строй. Есть. Фомир. Я. Оговорил, проверил. Виноват, товарищ капитан. Исправим. Молодец, Кабанов. Хорошо копаешь. У тебя в роду геологов не было? А шахтеров? Молчишь. Обиделся. Наехал на тебя я копать обоих заставили? Несправедливо? Несправедливо. А нам аж в бросках таскать тебя с полной выкладкой. Справедливо? Блин, я молодой, здоровый мужик. Все перспективы, а? Торчу здесь с тобой. Копаю эти сраные трошей. Это потом и справедливо. Ты че не работаешь? А я свою половину уже выкопал. Какую половину? Ты че? Ты же про половину ничего не говорил. Была команда копать, пока не встретимся. Так что давай, работай. Я свою половину дружбы уже выкопал. Ну, Кабанов, я до тебя докопаюсь. Землю грызть будешь. Давай, давай. Поймите, мужики. У вас в руках боевое оружие с боевыми патронами. Надеюсь, у всех все в порядке. Никто грустное письмо из дома не получил? Соколов? А, я. У тебя все в порядке? Так точно. Ну, тогда хорошо. Караул! Направь! Фу! Кабал, помоги, а? Кабан, я серьезно. Хочешь? Ну, хочешь, я... Ну, брюки тебе поглажу. Ты точно больше не будешь? Гадом буду. Ну, ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышишь, Кабанов? Ну, что, нравится тебе служить? Ну, так. Ну, что ты боишься? Я серьезно спрашиваю. Нравится тебе служить в армии или нет? Только честно. Если честно, то нет. Так, а что ты паришься? Пиши заявление и все. Какое заявление? Какое заявление? Ты че? Ты как сеновала вылез, Кабанов. Ты последний приказ министра обороны читал? Нет. Нет? Я думаю, че ты, груженый такой, ходишь? Сейчас любой, кому не нравится, может написать заявление об уходе из вооруженных сил по собственному желанию. Правда? Образец в штабе висит. У тебя бумага, ручка есть? Так точно, товарищ сержант. Вот. Пиши заместитель командира части по воспитательной работе майору Колобкову ВР. Заявление. Прошу уволить меня из вооруженных сил по собственному желанию. Какую причину написать? Тебя баба на гражданке ждет? Не знаю. Есть одна? Может и ждет. Вот. В связи с тем, что меня на гражданке ждет моя девушка. Число, подпись. Понял? Понял. Ну, че стоишь-то? Беги за бумагой в штаб. Спасибо. Спасибо, товарищ сержант. Вольно. Ну что, Звягин, опять писем нет? Нет, Виктор Романович. Ну, вот как вот с вами работать нормально? Виктор Романович, к вам солдат. Солдат? Угу. Рядовой кабанюк. Кабанов. Кабанов. Ну, что? Вот, кабанов так кабанов. Настоящий кабанов. Ты ко мне, кабанов? Ну, пойдем. Заходи. Кабанов.